Приветствую подписчиков паблика Секреты.Про, с вами Далер Асматов, записываю для вас ответы на вопросы, постараюсь ответить максимально продуктивно и для начала хочется отметить, что у меня есть определенный регламент перед компанией Спортлайф, которую я представляю и в ней прописано, что я не имею права распространяться, давать какие-то рекомендации в режиме онлайн в виде публикации и так далее, касаемо вопросов о фармакологии. Соответственно, все вопросы о том, сколько миллиграмм того, другого используется в моей подготовке, ну естественно, эти вопросы будут автоматически игнорироваться, но если есть какие-то вопросы такого формата, кому-то из ребят нужна помощь или у кого-то возникли какие-то сложности и проблемы, у меня для вас открыта всегда личка, вы можете всегда мне написать, посоветоваться со мной и я с удовольствием вам помогу. Это сделано не просто так, к сожалению, много глупостей совершается из-за того, что многие спортсмены не обращают внимания на то, что они говорят. К примеру, в паблике Секреты Бро, по-моему, был выложен материал о дозировках и курсах Даласа Маккарвера и, соответственно, есть люди, люди даже я знаю, ребят, которые используют подобные курсы. И нужно понимать, что есть люди понимающие, есть люди дебилы, проще говоря, и если кто-то скажет, что он будет использовать такие-то препараты и такие-то комбинации, и они ему подходят, то один человек понимает о том, что эти комбинации, эти препараты подходят только этому спортсмену, а другой из-за отсутствия ума будет пытаться практиковать то же самое. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то бездумно воспринимал то, что я говорю, и пытался это повторять, и, ну, я надеюсь, вы меня поняли. Если у кого-то есть вопросы, если кому-то нужна помощь, обращайтесь ко мне в личку, я вам все разжую. Есть здесь, конечно, вопросы поверхностные, не совсем точечные, я постараюсь их тоже брать во внимание. Итак, первый вопрос. После больших весов болят сухожилия. Как с этим бороться? Ну, возможно, нет смысла в больших весах. Как бы это ни было парадоксально, мышцы не всегда растут от больших весов. Есть несколько типов людей. Некоторым нужно работать с большими весами, а некоторым суставная нагрузка не очень подходит. Например, я стараюсь слишком на большие веса никогда не лезть. Я было время тренировался по схемам Дориана Ятса, где повторения не выходили за пределы шести повторений, но при этом были, ну, большие веса. Относительно даже меня это были большие веса, и это причем было во всех упражнениях. Не важно, ноги, спина, это также была грудь, бицепсы и трицепсы. Помимо того, что это травмоопасно, на мой взгляд, это не всегда имеет смысла, потому что мышечное волокно в работе участвует не так активно. А вот суставная составляющая, она подвержена работе и подвержена чаще всего негативной нагрузке. Нужно сделать снимки, обратиться к врачу, посмотреть, что это за проблема, глобальная она или нет. Возможно, нехватка каких-то хондроитинов, витаминов, минералов. Есть определенные связки, которые всегда меня спасают. Это глюкозамидоны в пакетиках. Я пью порядка двух пакетиков в день. Плюс ко всему добавляю пептиды ТБ-500. Также препарат хондрорус, он есть как хондрорус, так и хондролон. Продается в аптеках по два флакона, через день я прокалываю, это тоже мне помогает. Следующий вопрос. Меня интересует тренировка ног. Сколько раз в неделю, сколько подходов и повторений. Ну, в общем, какой сплит на массе и на сушке. Опять-таки, я тренирую всегда ноги по-разному. Что это значит? Это не значит, что я тренирую всегда, скажем, иногда многоповторный, иногда силовой. Дело в том, что я тренирую в зависимости от сплита, который у меня есть на тот или иной момент. Скажем так, у меня, к примеру, предыдущий сплит был на грудь. Я прорабатывал грудь чаще, все остальные мышечные группы, включая ноги, я тренировал реже и меньше, для того, чтобы выровнять пропорции. Я считаю, что если ты тренируешь все мышечные группы одинаково сильно и выкладываешься на всех одинаково сильно, то пропорции достичь будет очень сложно. Почему? Ну, потому что есть доминирующие группы, которые ты также продолжаешь усиленно тренировать. Есть отстающие группы, на них ты тоже тратишь много энергии и, соответственно, они растут чуть-чуть слабее. Я считаю, что в таком случае нужно сбавить немного нагрузку с доминирующей группы и больше внимания уделить отстающей. Поэтому предыдущие 10 недель своего массонаборного цикла я тренировал достаточно легко на ноги. Ну, как легко, это были нормальные тренировки, просто чуть-чуть проще, чем обычно. Сейчас я снова, ну, заметил, что ноги стали немного отставать, добавил на них нагрузки и теперь ноги тренирую два раза в неделю, а все остальное тренирую в поддерживающем режиме. Это будет означать, что мои ноги будут доминировать, все остальное будет тренироваться в поддерживающем режиме. Сейчас прибегнул к такой методике, качаю ноги два раза, как это выглядит. Тренировка квадрицепса идет в среду, а нет, прошу прощения, тренировка бицепса бедра идет основная в среду и пампом квадрицепс. Субботу наоборот, основная на квадрицепс, пампом на бицепс бедра. Очень нравится мне тренировать так ноги, раньше же делал немного иначе. Тренировал ноги каждый четвертый день, просто немного по-разному. Например, тренировка в понедельник выглядела так, что я приседал с каким-то определенным весом, к примеру, там, 180 килограмм 20 раз, да. Соответственно, тренировка через 4 дня должна быть такая, чтобы я приседал где-то 230 раз на 8. Затем следующая тренировка 185 или 190 раз на 15-20. Через 4 дня уже где-то 240 раз на 8. То есть, каждый раз увеличивал вес и тренировки были разные. Одна многоповторная, одна силовая. Вариаций на самом деле очень много. Чем отличаются тренировки на массе, тренировки ног, от тех тренировок, которые происходят именно на диете, на сушке перед соревнованиями. Тем, что на диете я стараюсь делать 2 тренировки, но абсолютно разного формата. Это значит, что одна тренировка силовая, чисто, она из небольшого количества упражнений. Упражнений 3, но достаточно силовых, базовых, с большим весом для того, чтобы объем ног рос. Вторая тренировка уже спустя 4 дня для того, чтобы ноги прорабатывать. То есть, это...